Первым делом депутаты рассмотрели вопрос утверждения бюджета Туркестанской области на 2017 и 2020 годы. В процессе обсуждения темы народные избранники раскритиковали работу управления финансов, так как представители ведомства не выделили 60 миллионов тенге, утвержденных депутатами на проведение археологических раскопок. В свете нового статуса города и изменений в административном устройстве региона археологическое изучение Южного Казахстана имеет чрезвычайно важное значение для привлечения потока туристов. На прошлом заседании мы единогласно проголосовали и утвердили эти деньги и обо всем договорились. Так почему вы не внесли эту сумму в бюджетный план? В октябре будет еще одно заседание, где бюджет будет уточняться. Этот вопрос можно будет поднять там. Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. По итогам дискуссии все разрешилось в пользу народных избранников и 60 миллионов тенге было решено утвердить на проведение научных изысканий. Также собравшиеся рассмотрели вопрос о сложении частью народных избранников депутатских полномочий. Стоит отметить, что от депутатского мандата отказались сразу 8 избранников народа, чьи избиратели остались в Шемкенте, а избирательные округа относятся к мегаполису. В областном Маслихате 50 депутатов, 14 из которых избирались от города, но теперь Шемкент отделился от Туркестанской области. 8 депутатов по собственному желанию отказались от полномочий, так как их избиратели живут в Шемкенте. «Бахарам Сидраманович, Жумагали Даулетбекулы, Арман Арсбекулы, вы относились к своим обязанностям с большой ответственностью и внесли свой вклад в социальное развитие области. Ваша работа заслуживает доверия населения». Народных избранников, сложивших с себя депутатские полномочия, тепло поблагодарили за проделанную работу и коллективный труд на благо социально-экономического развития области. А на дне очередной сессии депутаты рассмотрели еще один вопрос о присвоении звания почетного гражданина области.